Дорогие друзья, я рад всех снова приветствовать на своём канале Gameplay Studio. И сегодня у меня на обзоре такая интересная игра, симулятор междугороднего автобуса Fernbus Soarch Simulator. Не знаю, как правильно считается, ну, по-моему, это Soarch Simulator. Игра от Aerosoft. Мне нравится сам Aerosoft, они делают интересные такие игры, интересные модели, разные для этих игр. В общем, фирма достаточно интересная. Вот они выпустили там совместно с какими-то компаниями игру Fernbus Soarch Simulator. Конечно, игра вышла два года назад уже, но до меня она дошла только вчера. И мне очень захотелось её приобрести себе, потому что мне она достаточно понравилась. Игра сама очень интересная, я в неё покатал, я в неё поиграл, так сказать, да. Я достиг уже третьего уровня, вот видите, да, у меня. Значит, что могу сказать? Игра на любителя, то есть, ну, людям, которым хочется чего-то большего, то есть, какой-то необычной графики, чтобы прямо вот было всё так красиво, то эта игра не совсем для вас. То есть, здесь прорисовано не всё так красиво вот в округе, Ну, а сама модель автобуса, автомобилей и, можно сказать, людей сделана красиво достаточно. Но вот сам внешний вид, вот как трава, деревья, это не очень достаточно так сделано, на самом деле. Когда едешь, небольшие фризы бывают, там прорисовывается всё это, конечно, иногда этого не очень нравится, но, в общем, да. И это, наверное, будет достаточно длинное видео, я расскажу о всех тонкостях этой игры, как в неё играть, что мне делать, какие вопросы у кого возникают, я всё попробую на все эти вопросы ответить. Итак, дорогие друзья, значит, давайте сначала пробежимся. Что у нас здесь есть? Вот мы, значит, установили эту игру, да, купили, всё, она у нас есть. Значит, в стиме, сразу про цену, сначала скажу, в стиме она стоит, я купил сразу её со всеми дополнениями, она мне обошлась в 1800 с чем-то рублей, но играть, честно вам скажу, этих денег не стоит. Но, кто хочет всё-таки её попробовать, кто любит симулятор автобуса, то эта игра, в принципе, для вас, я вам могу сказать. Итак, ну, давайте начнём с вами по порядку. Ну, начать игру, это попозже будут новости, ну, я думаю, вы знаете, да, то есть здесь всякие обновления там и так далее. Модификации, что такое модификации? Здесь у нас с вами, как вы знаете, в стиме у нас воркшоп, да, всякие здесь дополнительные, можно не купить, а скачать себе разные раскраски на автобус, либреи разных других компаний. Но я этого не стал делать, потому что мне больше что нравится именно Flixbus, как Flixbus, прошу прощения, именно Flixbus. Очень красивый у них такой автобус, и я не стал себе устанавливать какие-то другие дополнения. Сразу говорю, на сегодняшнее число, сегодня у нас 24 февраля 2018 года, у меня установлены все автобусы, которые только в этой игре пока добавлены на сегодняшний день. Я их всех сегодня вам покажу, их все сегодня покажу, расскажу про каждый что-нибудь отдельно своё, и то, что сам уже успел увидеть, то, что мне понравилось, и что не понравилось, соответственно, тоже. Итак, мы с вами нажали на настройки, я вам сейчас покажу, значит, что здесь можно настроить. Всё вы можете настроить под себя в этой игре, всё здесь, в принципе, настраивается. Даже во время игрового процесса вам что-то, допустим, нужно что-то изменить, И вы можете зайти в эти настройки спокойно во время игры и всё здесь поменять, как вам нравится. Игра. Нажимаем сначала на игру. Здесь можно установить крен автобуса. Ну, в принципе, вы сами всё это можете прочитать, да. Здесь много всего есть, да. Что я здесь установил, что нет, всё вы это можете под себя установить. Особенно вот можно начать вот отсюда. Подсказки, то есть будут ли вам подсказывать что-то во время игры. Комментарии пассажиров. Я, кстати, сейчас отключу. Субтитры пусть будут. И подсказки я отображу. Нет, я пока не буду отключать. Пока пусть будет всё так, как и есть. Зонная остановка только я отключил. Значит, сразу говорю. Первый вопрос, который у меня возникает. Что у вот этих кружки не совсем понятно. Когда выбрано, а когда не выбрано. Вот смотрите. Когда закрашено, это значит не выбрано. То есть это у меня не активировано. То есть если точка чёрной горит, значит это активировано. Я надеюсь, вы поняли, да. То есть вот это у меня, например, не активировано в данный момент. Если точка не закрашена полностью, значит активировано. Это вот это вот, как это называется, активировано. Не дополнение, как это называется. В общем, я надеюсь, вы поняли. Здесь можно выбрать язык, соответственно. Формат времени, который вам больше устраивает. Но это всё уже можно установить, как вы сами хотите. По вашему усмотрению. Как вы это любите. После того, как вы здесь всё сделали, нажимаю кнопочку принять. Переходим в раздел графики. Здесь у вас поначалу будет стоять всё на очень низкое. Вот это вот. Прорисовка мира, сглаживание и так далее. Всё это будет стоять у вас на очень низкое. Смотря, это всё зависит от вашего компьютера. Сразу говорю. Это игра не для слабых компьютеров. Здесь вот у меня видеокарта 1050. Я делал обзор на свой ноутбук. Сейчас я попробую вам это здесь сделать. Наверху вкладочку. Вы можете посмотреть этот обзор на мой ноутбук. Значит, сразу говорю. Эта игра не для слабых компьютеров. Начиная с видеокарты. Не помню, какой врать не буду. Но слабая видеокарта. По-моему, здесь минимум 4 гигабайта оперативной памяти нужно на эту игру. Значит, если у вас слабая видеокарта, то ставите вы здесь на низкое всё. Здесь, соответственно, можно низкое выбрать. Среднее, высокое и эпическое. Но так как у меня видеокарта позволяет сделать здесь максимальную графику. Сразу говорю, что здесь сразу можно поставить на высокое. Чтобы у вас не лагало сглаживание. Сразу можете поставить низкое, если у вас плохая видеокарта. Обработка тоже, по-моему. Тени тоже можно особо насчёт этого не заморачиваться. Вот качество материалов, качество текстур. Это всё нужно побольше всё-таки ставить. Но я думаю, вы с этим сами разберётесь. Так что особо я не буду над этим заморачиваться. Сами посмотрите, как вам больше нравится. Благо, можно во время игры сюда зайти. Во время игры и здесь всё настроить. Так что вы можете посмотреть в любой момент. Визуализация это, то есть, ну, картинка сама. То есть, насколько цвета будут у вас именно прорисованы. Ну, то есть, цвета. То есть, ну, цветокоррекция, грубо говоря, да, здесь. В общем, да. Экран. Ну, здесь режим экрана, какой больше нравится. Полноэкранный вот у меня стоит, да. И поле зрения. Опять-таки, вот видите, здесь не закрашено. Значит, это у меня выбрано. После того, как мы всё это сделали. Нажимаем кнопочку принять. Я зачем-то нажал на неё, но неважно. Я с графикой ещё не закончил. Назад. Да, с графикой я ещё не закончил. Значит, нет, с графикой я уже закончил. Теперь звук. Ну, звук вы, я думаю, знаете, да. Здесь можно всё под себя настроить. И теперь самое важное. Это управление. Здесь стоит у меня по умолчанию почему-то сразу... Вот, например, выберем какой-нибудь автобус. У меня здесь стоит клавиатура немецкая почему-то. Здесь вот видно. Когда, вот видите, вот буквы здесь немецкие стоят почему-то. Не знаю почему. Я, в общем, здесь всё перестраивал себе кое-чего. Но не всё, но некоторые вещи. Самое главное, что я себе перестроил, это поворотники. Вот их здесь найти надо, да. Поворотники. Здесь, соответственно, для каждого автобуса всё своё. То есть, для каждого автобуса... Вот у меня три автобуса. У вас поначалу, если у вас не будет дополнений, будет только вот этот вот один автобус. Но об этом я немножко попозже скажу. А пока у вас всё должно здесь быть... Всё, только один автобус. Поэтому, что вы должны сделать изначально? Во-первых, под себя здесь всё построить. Как вам удобнее. Как это всё регулируется. В общем, я думаю, с этим, в принципе, тоже проблем никаких возникнов не должно. Самое главное, это нужно поворотники поставить. Вот я их не могу найти. Но, в общем, где-то здесь поворотники, они есть. И нужно, как вам удобнее, поставить. Соответственно, здесь всё уже можете поставить так, как вам больше нужно. Как вам удобнее, короче говоря. Не будем над этим заморачиваться. Опять нажимаем кнопку «Принять», когда мы всё это настроили. Но наши команды, это, понятно, это титры. Сюда можно не заходить уже. Итак, мы с вами поговорили уже о настройках. Игру мы с вами настроили, например, да. И начинаем игру. Итак, режим игры у нас с вами вылезает, да. Развитие игрока, то есть карьерный режим. И свободная игра. В свободной игре вы можете просто посмотреть, покататься по городу, да. Всё это сделать. Осмотреть город, осмотреть карту, если вам нужно. Осмотреть автобус, тот же самый, да. И начать можете в любом городе. И развитие игрока, то есть карьера. Здесь уже пассажиры, здесь уже маршруты, да, и так далее. Нам с вами нужно выбрать карьеру. Именно карьеру. Поначалу, потому что, ну, свободный режим поначалу, я думаю, смысла никакого не будет. Итак, вот у меня маршруты есть. По этому маршруту я хотел сейчас поехать, но потом решил записать видео. Значит, вы здесь тоже можете выбрать, соответственно, свободную игру и карьеру. То есть от этого меню, то есть вот от этого у нас с вами мало чего зависит. То есть мы можем, допустим, нажать здесь же опять свободная игра и здесь выбрать карьеру, да. То есть, ну, без разницы, где мы это выбираем. Как нам проложить маршрут? Вот у меня есть маршруты, да. Мы с вами, вот у нас появляется только одна точка. Как у нас поначалу эти города все будут недоступны вам, то есть они будут гореть вот таким же красным перечеркнутым кружком. Как нам провести маршрут изначально? То есть, как нам первый раз поехать, грубо говоря? Вот у нас ни одного маршрута у нас с вами нет. Нажимаем кнопочку создать. Создать. То есть у вас не будет ни одного маршрута здесь. У вас вот здесь вот у вас не будет ни одного автобусного маршрута. Нажимаем кнопочку создать. И выбираем город. Вот, допустим, у нас этот город недоступен, да. То есть у нас доступен только один Берлин. Дальше мы нажимаем на этот Берлин. Дальше мы выбираем город, куда мы хотим поехать. У меня карта тоже шире стала, у вас будет она уже. Намного уже, потому что я уже много поездил, и поэтому у меня карта длинная. Допустим, мы хотим поехать в каком-нибудь Магденбурге, да, например. Вот, выбрали Берлин, обязательно нажимаем. Нажимаем левой кнопкой мыши на Берлин, чтобы создать маршрут, куда мы хотим поехать. Первый город, ну, не Берлин, да, тот город, где вы выбрали изначально, то есть в каком городе вы появились, грубо говоря, какой вы выбрали. Я выбрал Берлин. И куда мы хотим поехать, да. И опять-таки нажимаем левой кнопкой мыши, допустим, это будет Магденбург, да, город тот же самый. И дальше мы нажимаем. Вот, я, честно говоря, не разобрался, что значит время регистрации, я этого не понимаю на самом деле. Неважно. Вот у нас название маршрута с вами высветились, вы можете там назвать как-то по-своему, неважно, да. Экспресс, честно говоря, тоже не разобрался, что значит этот экспресс. Без понятия. Чем экспресс отличается от обычного маршрута, от обычного автобуса. Ну, чисто просто экспресс, да, если вы хотите там, не знаю. Я не знаю, чем они, врать не буду, чем это отличается от обычного маршрута. И номер маршрута, здесь вы можете написать любую там цифру, букву, не знаю, что хотите. Там, 500, например, да, маршрут, да, или там пятый какой-нибудь, но неважно. Итак, мы с вами создали этот маршрут и нажимаем сохранить. Сохранить я не буду нажимать, так как у меня маршруты есть и мне больше не нужно. Итак, ну, я хотел поехать с вами по маршруту автобусному, но я пока этого делать не буду. Мы с вами выберем любой город, любой абсолютно. И я вам расскажу про каждый автобус отдельно. Теперь у нас будет... Я как бы всё сделаю в одном, как бы, видео. То есть, и обзоры на автобусы, и всё остальное. Вот эти, кстати, кнопки, они ничего не делают. Типа, когда буду добавлять новые страны, здесь будут другие страны. Вот как-то так. Ну, выберем любой город здесь, да. Мы нажали сейчас на свободную игру, я хочу вам показать автобус. То есть, вы можете дальше, уже когда создали маршрут, уже нажать далее и прокатиться по уже маршруту поехать. Я об этом тоже попозже немножко скажу. Итак, я выбрал вообще любой город. Вообще пофиг какой. Итак, вы в это время выбрали маршрут, куда вы хотите поехать. То есть, ну, я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Теперь режим управления. Кто, ну, плохо знает автобус, кто вообще не любит симулятор автобуса, тому я рекомендую нажать аркаду. И я, как новичок этой игры, я не стал нажимать на аркаду. Я посмотрел много видео в ютубе по этой игре. Поэтому знаю, как что нажимать на какие кнопки. Поэтому я нажимаю реалистичный. Итак, вот мой неопланчик. Мое дополнение. Ну, не мое дополнение, а дополнение, которое я себе купил. Но неопланчик будет немножко попозже. Я вам его покажу. Сейчас мы с вами начнем с того автобуса, который у вас будет доступен с самого начала. Сейчас, где он у меня. Вот он. Ман Леон Лайонс Коуч. Правильно он произносит. Я сейчас правильно произнес. Выглядит он у вас так. Именно так. Будет выглядеть. Значит, я еще один мод себе установил. Здесь я могу теперь менять разную раскраску. У вас, я не знаю, будет это или нет. Но, может быть, и будет. Здесь вы можете выбрать разные. Но это уже дополнение у меня. Я дополнение здесь устанавливал, да. И вот я могу выбрать здесь вообще любой цвет. Ну, не цвет, вернее, а раскраску разную для этого автобуса. И номерной знак. Вы здесь тоже можете написать еще абра-катабру какую-нибудь, да. И там цифры какие-нибудь любые. И номерной знак. Вот видите, он внизу здесь изменился у нас с вами. Так. Значит, мы выбрали все, как хотели покрасить автобус. Номерной знак написали. Может, даже здесь вообще ничего не трогать. Вот он у вас будет такой. Сюда вы можете даже вообще не заходить. Вот опять выскакивает это оповещение. Я опять ставлю реалистичный. Дальше. Что такое персонаж? Здесь мы можем выбрать любого абсолютно... Не любого, ну, не абсолютно, а те, которые есть у нас с вами герои. То есть, вот можно за такого. Но он какой-то страшный, мне он не нравится. Поэтому я всегда за классический беру. Также можно выбрать женщину, если уходить. Я играю вот за классического этого мужика. Мне он как-то больше нравится, честно говоря. Опять выскакивает это, но не важно. Так. Режим управления мы с вами поставили. Дату. Здесь вы можете ставить абсолютно любое число, любой месяц. Здесь вообще не важно. Хотите летом поехать, хотите зимой поехать, хотите именно сегодня поехать. Вот я и ставлю именно сегодняшнее число. Вот я выбрал сегодня... Сегодня у нас с вами 24 февраля, но я поставлю... Лето. Пусть будет лето у нас с вами. То же самое, вы можете выбрать и время любое. Можете поставить время такое, которое у вас в данный момент. Вот у меня сейчас 12 часов дня. Но я поставлю 10 часов утра, пусть будет. И погоду. Вы здесь можете... Переменную погоду, то есть она будет постоянно меняться. Можете поставить облачность, дождь там, да. Но если зимой вы едете, значит будет снег у вас. Я поставлю солнечную погоду. Всё, мы с вами настроили. У вас будет всё то же самое в карьере. Не в этой игре, а в карьере у вас будет всё то же самое. Не в этом разделе, вернее, а в карьере у вас будет всё то же самое. Вы будете также всё настраивать. Нажимаем начать игру. Грузиться будет долго, я это, наверное, вырежу. Итак, дорогие друзья, хочу сразу сказать, что это видео будет полезно для тех, кто первый раз зашёл в эту игру и вообще не знает малейшего представления о ней. И думает покупать её, не покупать, скачивать, устанавливать или всё-таки нет. Это видео будет полезно, особенно для таких вот людей. Итак, мы с вами появились в рандомном городе, уже не помню его название, на автостанции. Ну вот, мы можем здесь погулять, вообще уйти, вообще отсюда. Можем вообще по городу просто погулять, вообще уйти от автобуса, погулять там, да. Но у нас вот, видите, наверху написано «Войдите в автобус». Как вы знаете, я до этого сказал, что мы эти подсказки можем с вами отключить. Но рекомендую новичкам этого не делать. Итак, нажимаем левую кнопку мыши, открывается передняя дверь. Очень красиво открывается. Мне очень нравится, как здесь двери открываются, на самом деле. Прямо как в реальной жизни. Очень похоже на то, как вот в настоящих вот таких автобусах открываются двери. Действительно, очень похоже. Прямо по-настоящему. Мы с вами проходим в автобус. Я нажимаю на «Shift», чтобы не очень быстро передвигаться, чтобы вы успели налюбоваться красотой этого автобуса. В общем, сделан он очень качественно, я могу сказать, сам автобус. Итак, сразу говорю, что мы здесь можем, а что мы здесь не можем. Зачем я сел на водительское место, я не знаю, но неважно. Мы можем спокойно передвигаться по салону, но мы не можем садиться на вот эти вот места сидячие. Ну, как бы это, в принципе, и не нужно, я считаю. Дальше. Мы не можем зайти в туалет, естественно, да, но нам этого, в принципе, тоже и не надо. Мы можем только сесть за водительское место. Мы можем открыть багажное отделение. Это нам в будущем понадобится. К сожалению, не открывается моторный отсек, но я считаю, это тоже, в принципе, да, это, наверное, не нужно всё-таки. Потому что, ну, нам это как бы... Ну, конечно, было бы прикольно, если там мотор посмотреть, да, как он работает, но не знаю, кому как. Ну, автобус новый, я думаю, не сломается ничего. Вот такой красавец у нас стоит. И это только один из красавцев, который только есть в этой игре. Всего их много. Итак, мы с вами сели за водительское место. Подсказки вам будут помогать в этой игре. Как вы видите, небольшие подлагивания, по-моему, бывают, да, не знаю, как это будет заметно на видео. Может быть, и не будет. Надеюсь, что не будет. Особо так вроде бы не должно быть. Активируем дисплей с вами. Дисплей это у нас с вами вот это верхнее. Сейчас я вам покажу, что такое дисплей. Ну, я думаю, вы поняли, да, вот это верхнее, которое показывает, куда едет автобус. Ну, не знаю, как он правильно называется. Ну, дисплейное так и называется, чтобы вам было понятнее. Итак, сначала мы включаем электрооборудование, то есть аккумулятор. Нажимаем на кнопку идти. У нас с вами заработало радио сразу. Это тоже одно из дополнений. Ну, его мы уберём, чтобы он нас не отвлекал, да, наверное. Итак, первым делом, как мы запускаем автобус. У нас всё разблокировано здесь. Все двери, всё. Ну, двигатель можно сразу не запускать, хотя я, наверное, запущу. Запускаю двигатель. Вот он запустился. Нажимаем кнопку Е. Дальше мы с вами настраиваем. Для начала нам нужно что включить? Ну, закроем дверь для начала. Мы, в принципе, выходить, наверное, уже больше не будем. Ну, перед тем, как поехать, да, куда-то. Включаем кондиционер. Сразу говорю, температуру здесь настраивать очень своеобразно. Ну, где-то 22 градуса. 22 с половиной, где-то так. Потому что они, пассажиры, постоянно жалуются. То им жарко, то им холодно. Вот здесь мы с вами можем всякую настроить. Там, ну, вот видите, да, обдув всякий. Здесь вот температура кондиционера, да, там, холодную, теплую, как он будет. Подогрев сидений, да, актив климат-контроля, да, там и так далее. Все, в принципе, вы можете разобраться. Вот это магнитол у нас с вами, радио, да. Как я говорю, если вы установите дополнение, здесь можно будет... Единственная, единственная радиостанция здесь, вот эта вот будет, да, играть постоянно музыка, но... Как-то это не очень, на самом деле. Но, вроде, во время движения мне это нравится. В принципе, так тихо сделал и едешь. Включить пневмосигнал. То есть, знаете, что это такое? Я вам объясню. Смотрите, вот мы не включили этот пневмосигнал. Звук сигнал у нас будет такой. Включаем пневмосигнал. Другой звук сигнала. Ну, в общем-то, это все, для чего это нужно. Как вам удобнее. Хотите включать, хотите нет, как вам больше нравится. Wi-Fi нужно обязательно включить. Кофеварку, туалет открыть нужно. Ламп для чтения, это уже по обстоятельствам. Если вы едете в позднее время, там, суток, да, ночью, например. Хотя, пассажир буду жаловаться, что, наверное, им света не хватает. Но я не знаю. В общем, тоже, это все по обстоятельствам. Освечение в салоне, да. То есть, когда в позднее время суток, то есть, вот видите, да, когда темно, ночью вы едете, то вот оно освещение, в принципе, оно нужно. Потому что пассажиры будут жаловаться, почему освещения нет. Мы блокируем двери. Мы их открыть не можем. Но во время движения это желательно сделать. Дальше. Монитор в салоне мы обязательно включаем. Здесь будут показываться, куда мы следуем, да, все дела, расписание наше. Объявление. Это, посмотрите, вы посадили пассажиров. Вы готовитесь к отъезду. То есть, ну, там, включаете двигатель, да, там и так далее. В это время вы делаете объявление, то есть, говорите, куда мы следуем, на немецком языке это все. Ну, объявляет, там, автобус следует до такой-то остановки, да, там, присоедините ремни там и так далее, да. В общем-то, все. Здесь у нас с вами навигатор. Мы его можем отключить. Я потом скажу, как. Ну, в принципе, пусть работает, он нам и не мешает, особенно. Да, как переключать камеры? Как переключать камеры? Как и в любом другом симуляторе. Прошу прощения, что-то у меня сегодня с языком проблема. Это просто обычными цифрами регулирует. Цифра 1, это эта камера. Цифра 2, это камера от водителя. Цифра 3, 4, это повернуть голову туда-сюда. Но, опять-таки, вы можете настроить это все сами, в своих настройках. Как зайти в настройки во время игры? Вот мы с вами сейчас готовимся к отъезду. Нам срочно нужна графика плохая, например, или лагает резко. Нажимаем Escape. И здесь мы с вами нажимаем на эту кнопочку. У нас с вами, кстати, этот телефон. Про него я сейчас расскажу. Этот телефон мы с вами здесь регистрируемся на рейс. Я вам об этом немножко попозже расскажу, если не забуду. И вот здесь настройки. То есть, во время игры вот сюда мы нажимаем, заходим на настройки. Здесь мы можем сохранить эту игру и вернуться в игру. Или выйти вообще в главное меню. Здесь мы можем с вами покинуть маршрут. Здесь мы можем продать билет. И здесь мы можем зарегистрировать людей. То есть, во время того, как мы куда-то едем, мы можем с вами регистрировать людей. Вернее, мы должны это сделать. То есть, когда мы подъехали к остановке, мы обязаны зарегистрировать людей. Так, с этим таблом мы с вами закончили. Переходим в другое. Кнопочка 6. Это у нас с вами спидометры и всё остальное. Кнопочка 5. Это вот это у нас с вами табло. Кнопка 7. Вот здесь мы с вами самые интересные, я считаю. Это у нас с вами типичная обычная аварийка. Это у нас с вами пневмоподвеска. Мы можем с вами поднять перед, поднять жопу, да, ну, зад, не важно. Автобусы поднять его полностью. И смотрите, когда это нужно делать. В то время, тогда, когда вы едете по какой-то неровной местности. Смотрите, когда вы едете по гладкому шоссе, обычному, то если вы очень вот так вот резко поднимете автобус, если он будет максимально на таком уровне, он будет жёстко, очень во время поворотов, качаться из стороны в сторону. И пассажиры будут недовольны. Автобус может даже перевернуться на резких поворотах, если вы так сильно очень подняли подвеску. Во время движения по ровной дороге вы обязаны опустить максимально подвеску, чтобы она была низкая, очень низкая, во время движения по шоссе. Здесь у нас антипробусовочная система. Пневмоподвеску, да, соответственно, вы включаете. Здесь очистка фильтра, но я даже не знаю, честно говоря, зачем она нужна. Здесь тормоз какой-то регулируется, да, там, тоже, честно говоря, не знаю, но, в общем, да. Это у нас с вами фары регулируются, освещение. Вот здесь, честно говоря, удобнее регулировать от клавиш. Аварийку мы с вами выключили, всё. Дальше переходим, кнопочка 8. Здесь самое, тоже очень интересно, здесь мы можем с вами включить обогрев стекол, стекол, прошу прощения, других стекол, да, тут у нас с вами зеркал, здесь стекол, да. Освещение в кабине можно включить во время того, когда мы едем ночью, если вам так удобнее. Маршрут указателя мы с вами уже включили, то есть, ну, вот это вот наверху, да, вы поняли, да, надеюсь. И шторка солнечная защита, да, от солнца, мы с вами можем её опустить вот таким вот образом. И, соответственно, поднять её. Ну, сейчас пусть она будет где-то на таком уровне у нас с вами. И окна мы с вами можем открыть, вот видите, окна водителя, они у нас открываются. Но кому нужен, кому жарко, ну, сейчас у нас с вами лето, поэтому жарко, и окна мы с вами, ну, пусть будут открыты. Так, всё, в принципе, мы с вами всё сделали. Отпускаем ручной тормоз. Я нажал пробел для того, чтобы опустить. Заводим двигатель, нажимаем на U. А, я же его запустил уже, господи, я забыл. Всё. Итак, услышали звук запуска двигателя. И нажимаем Page Up. Я надеюсь, вы знаете, где эта кнопка находится. Для того, чтобы включить другую передачу. У вас может быть настроено по-другому всё. Как вам удобнее. Итак, мы с вами выруливаем, да, соответственно. Но ездить я особо не буду. Сейчас я просто вам покажу, как он едет, да. Вот мы с вами видим автобус. Резко очень поворачивать достаточно. Мне это тоже не очень нравится. Вот мы с вами выехали на шоссе, да. Неважно. Всё. На Man, Leon, Soge я зацикливаться не буду. В общем, всё. Я сделал обзор на этот автобус. Я надеюсь, он вам понравился. Потому что это первый автобус в этой игре, который вам будет доступен. Переходим к следующему. Переходим к следующему автобусу. Нажимаем Escape. И выходим из игры. Вернее, выходим в главное меню. Да. В общем, мы с вами решили, да, что мы оценим каждый автобус в отдельности. Я вам расскажу про него. Да, я забыл вам сказать, кстати, в этом автобусе про багажные отсеки. Но, в принципе, в каждом автобусе они, в принципе, одинаковые. Так что, насчёт этого я тоже зацикливаться не буду. Итак, мы с вами всё делаем то же самое. Я это уже опять по второму разу повторять всё не буду. И мы с вами выбираем следующий автобус. Другой автобус. Я не буду обозревать этот автобус. Он будет вам доступен со второго уровня. Вот этот вот Ман Леон Солч С. Чем он отличается? Он отличается только тем, что он шире. И у него две оси сзади. То есть он шестиколёсный автобус. Трёхосный. Больше он ничем не отличается. Всё у него то же самое абсолютно. Так что, я зацикливаться на этом автобусе не буду. То же самое вы можете его также перекрасить. С каждым автобусом вы можете сделать всё одно и то же. Дальше, следующий автобус, который я приобрёл. Я считаю его самым красивым автобусом. Мне он больше всех нравится. Это Неоплан Скайлайнер. Я, в принципе, рекомендую всем приобрести его. Мне он понравился. Сейчас я покажу вам его. Итак, дорогие друзья. К сожалению, эта игра у меня крашнулась. То есть вылетела во время записи. Но, как я говорю, то, что игра, к сожалению, чуть-чуть всё-таки недоработана. Я это говорил в самом начале. Но, неважно. Я всё это склею. И вам это будет даже незаметно. То, что это крашнулось. Итак, я даже видел, что во время той... Ну, я даже просмотрел ту часть... Первую часть видео. То, что там даже игра немножко подлагила в некоторых местах. Но, как я говорю, то, что игра всё-таки не очень оптимизирована. Оптимизирована не до конца, к сожалению. К большому сожалению. И, к сожалению, мой даже хороший компьютер не до конца её, как бы... Ну, не то, чтобы не тянет, а не до конца воспроизводит, что ли. Я даже не знаю. К сожалению, это правда. То есть игра не очень оптимизирована. Но это не мешает ей быть потрясающей игрой, потрясающим симулятором автобуса. Мы с вами продолжим... Сейчас я продолжил обзор неопланской лайнеры. Так что вам это будет даже незаметно. Всё. Небольшую такую... В середине, небольшую такую прелюдию я закончу. В середине видео. И продолжим с вами уже, когда неопланской лайнеры у нас с вами загрузят. Итак, дорогие друзья, мы с вами заспаунились. Ну, я, извините за мою речь из Майнкрафта. Ну, я не знаю, почему так я решил сказать. В том же самом городе, в котором мы с вами были, я всё-таки вспомнил его название. Ну, не важно, какой это город. Вот он у нас с вами, красавец, стоит. Неоплан Скайлайнер. Неоплан – это фирма, да, Скайлайнер – это небесный лайнер, да. Если дословно переводить, то, в принципе... Да, значит, багажное отделение, про которое я забыл сказать в прошлом части, так сказать, перед тем, как у меня игра крашена. Посидим мы с вами на лавочке, отдохнём немножко. Поговорим на остановке. Значит, ладно, шутки шутками. Вот, значит, багажное отделение. У нас с вами они выглядят так. Мы с вами тоже их обязаны открыть, перед тем, как объявится посадка. Ну, перед тем, как мы, короче, подъезжаем к остановке. Вот здесь стоят люди, например. Я всё это вам потом немножко расскажу. И мы с вами должны будем открыть багажное отделение. Кому это неинтересно слушать, можете сразу промотать куда-нибудь там, где я буду уже ехать по маршруту. Можем с вами эту дверь открыть. Это всё у нас с вами багажное отделение. Сюда даже можно зайти. Даже можем закрыть дверь, да. В принципе, так можно, наверное, и поехать, да. То есть, кто-нибудь сядет за руль, да, угонит автобус, а мы с вами багажное отделение так и поедем дальше. Ничего сделать не сможем. Вот через нас даже железка прошла, ничего себе. Прозрачные мы призраки, оказывается. Призрачный водитель. Всё это баги, всё это недоработки, конечно. Но, в принципе, это не важно. Также мы с вами двигатель здесь тоже не можем открыть, как и в любом другом автобусе. Здесь тоже самое багажное отделение можем открывать с другой стороны, да. Ну и так далее. Здесь у нас с вами что? Ничего мы здесь тоже открыть не можем. И вот здесь, по идее, в некоторых неопланах есть дверь водительская. Вот я серьёзно говорю, видела неопланы разные. И вот здесь действительно была водительская дверь. Но здесь её, скорее всего, нет в этой модели, да. Наверное, в реальной жизни тоже её нет. Открывают с вами водительскую дверь. Также очень реалистичные двери открываются. Мне прям очень нравится, как они сделали действительно. Автобус у нас двухэтажный с вами. Ну и здесь как бы бизнес-класс, не знаю, как это назвать. Вот здесь, как бы, столики такие стоят. Но, в принципе, вот дальше места здесь уже ничем не отличаются. Здесь у нас с вами какая-то коморка непонятная, не знаю, что это. Некоторые говорят, что здесь душ, но что-то на душ это не очень похоже. И туалет, как и в любом другом автобусе, в который мы тоже зайти с вами не можем. Да, это, я думаю, тоже не нужно. Здесь у нас с вами кофеварка стоит, да. Это у нас с вами спальник для водителя, там, сменщика, да. Поднимаемся с вами на второй этаж. И здесь красота у нас с вами. Люки наверху, да. Да, всё очень красиво. И места. Много мест. Много он вмещает людей. Я люблю, сразу говорю, я люблю этот автобус брать на всякие дальние дистанции. То есть, вот, на этот маршрут я бы поехал, и я бы взял бы его на дальние дистанции. Вот здесь мы с вами даже можем сюда зайти, оказывается. Ничего себе. Мы сюда даже можем с вами встать. Полюбоваться. Ну, самые красивые места здесь, да. Здесь садишься и просто любуешься. Спускаемся с вами вниз. Здесь тоже есть лестница. Садимся с вами за место в автобусе. Место в автобусе. И, как мы видим, что здесь дисплей фактически ничем не отличается от того же самого. Вернее, он даже ничем и не отличается. Только форма и изгиба. Так что, всё это повторно я показывать и рассказывать не буду. Насчёт управления могу сказать, что к управлению нужно приноровиться, на самом деле. Здесь оно своеобразное очень. Видите, я знаки сшибаю, да. Ну, неважно, похулиганим немножко мы с вами, похулиганим. Вот даже врежем сюда. Вообще, пофиг. Главное, что я сделал обзор на автобус. Всё, в общем-то. Следующий автобус у нас с вами на очереди. Я выхожу, вот, полюбуемся на этого красавца. Вот, всё. Красивый очень автобус, мне он очень нравится. Всё, ладно. Итак, дорогие друзья, у нас с вами остался последний автобус на очереди. Точнее, много очень автобусов. Именно вот этот автобус. Это Сетра. Марка здесь не прописана почему-то, но это Сетра. У нас с вами S515HD. Это у нас с вами автобус комфорт-класса, да. Но мне он почему-то меньше всего понравился. Я немножко скажу, почему потом. У нас с вами много их есть. Здесь 516, 516-2, 517HD, да. У нас с вами 519. Так как вы установили дополнение, у вас будет большое количество данной модели автобуса. Она будет у вас доступна сразу, то есть не проходя уровни. То же самое и неоплан. То есть, вы можете купить и, вне зависимости, пусть у вас даже будет первый уровень, вы всё равно будете на этом автобусе сможете прокатиться. Итак, выбираем Сетру нашу с вами и обозреваем. Всё, вернусь, когда загрузится опять. Итак, дорогие друзья, вот мы с вами опять на том же самом месте. И перед нами уже совершенно другой автобус Сетра С519, по-моему, да. Я уже не помню, какой я выбрал. В общем, он тоже ничем, в принципе, не отличается от других автобусов. Да, те же самые багажные отделения, фактически. Всё то же самое. Отличается только формой. Отличается, кстати, и кнопками на дисплее. Ну, как это называется, на торпеде водитель. Также красиво открываются двери, всё то же самое. Вот он у нас так выглядит, немножко по-другому салон, да, проработан. Чем-то не этот, ман напоминает, да. Туалет немножко другой, да. В принципе, автобусы проработаны красиво. Но, как мы видим, дисплей уже с вами, у нас с вами отличается. То есть, здесь всё по-другому. Поэтому он мне почему-то и не понравился. Во-первых, что мне здесь не понравилось? Я когда поехал, я первым его взял. Ну, в этой игре я вообще сам первый взял именно эту сетру. Запускаем сразу двигатель. Сразу первый взял эту сетру, короче говоря, этот автобус. И мне он почему-то не понравился. Не понравился он мне тем, что здесь странный кондиционер очень. То ли я с ним до конца не разобрался, то ли ещё чего. И здесь всё-таки как-то не очень привычно всё это видеть. Как-то странно всё здесь на самом деле сделано. Потому что привыкаешь уже. И здесь вот кнопки немножко по-другому включаются, да. То есть, можно с двух сторон включить. Можно только с одной стороны. И поэтому тоже объявление здесь у нас с вами, да. Как вы видите, всё то же самое, но только здесь... Всё то же самое, но всё по-другому, короче говоря. Тоже мы можем с вами поднять подвеску. Как вы видите, автобусы, в принципе, друг от друга особенно ничем не отличаются. Но мне больше всего понравился неоплан. И тоже нравится мне больше всего это, конечно же, Ман Леон. Он тоже красивенький. И вот этот кондиционер, который я так и не разобрался, как им управлять. Чё-то он странный очень какой-то на самом деле. Мне жаловались постоянно, что холодно. То им холодно, то им жарко. В общем, кажется, я понял, как им управлять. Но надо было раньше понять. В общем, приноровиться надо к этой игре, могу сказать. Игра на любителя. Игра для истинных, так сказать, тех, кто действительно любит симуляторы автобуса. Тех, кто любит автобусы. А для обычных людей, которые просто хотят покататься. Но слишком дорогой, я скажу вам, симулятор для таких вот затей. Быстро наскучно, я могу сказать. Вот я наиграл в этой игре 3 часа. 3,5, может быть, даже уже 4. Я двигатель зачем-то остановил, но не важно. 4 часа я наиграл. И, в принципе, мне этого хватило, чтобы сделать вывод, соответствующий об этой игре. Мне эта игра понравилась. Я действительно люблю все симуляторы автобусов. И поэтому... Да, кстати, как поехать назад, сразу говорю. Нажимаем пейдж даун. Извините за мой пейдж даун. Не знаю, я вообще привык говорить пейдж даун. В общем, ПГДН у вас. Или как-то по-другому будет написано. Извините за моё тут непонятно чего. Я ещё и двигатель не запустил, да? Замечательно. В общем, запускаем двигатель. И мы с вами, видите, включает заднюю камеру, когда мы включили с вами пейдж даун. Кнопочку такую. И мы с вами можем... Поехать назад, соответственно. Итак, дорогие друзья, ну, ехать я на этом автобусе уже не буду. Неважно. Всё то же самое, в принципе, он ничем не отличается, да? Как я сказал. Ну, вернее, он отличается. Отличия я вам эти назвал. И, в общем-то, теперь мы с вами переходим уже к другой части. Мы с вами выходим из игры. И переходим к уже поездке. К самой поездке я возьму какой-нибудь маленький маршрут. И расскажу вам о всём по порядку. Друзья, мы с вами теперь переходим к самой игре, так сказать. Уже непосредственно к карьере. Она отличается многим. Возьму я маленький маршрут, который у меня есть самый маленький. Это Берлин. Подздам. Не знаю, как это называется. Неважно. Подздам. Пусть будет Подздам. Хрен с ним. Здесь всего лишь, по-моему, 30 километров на этом маршруте. Не знаю, сколько точно, но неважно. Нажимаем Далее. Выбрали маршрут. Да, создали. Возвращаемся к предыдущей части этого видео. Когда мы только создавали маршрут. Создали маршрут. Я опять повторно всё рассказываю про режим управления. Здесь мы с вами можем Аркаду или Реалистичный. Аркада это для тех, кто начинает только эту игру. А Реалистичный для тех, кто уже знает, как управлять. Кто посмотрел много видео на Ютубе и так далее. Я убираю Реалистичный. Мне это больше нравится. Аркада это, по-моему, вы можете управлять клавиатурой. Только клавиатурой, по-моему, без клавиш. Я, точно говоря, я даже не смотрел эту Аркаду сразу, говорю, честно. Так что я по этому поводу ничего вам сказать не могу. Выберем мы с вами ManLeon Soch C. Вот этот вот длинненький автобус. Хотя нет, для такого маленького маршрута, я думаю, такой подходящий автобус, в принципе. Вы можете здесь выбрать автобус, да, как я уже рассказывал, вот именно регулируя этими клавишами. Здесь вы можете... Ну, про всё я это уже говорил. Давайте повторяться я уже не буду. Для тех, кто это не видел, можете промотать видео немножко пораньше. То есть... Всё, мы с вами выбрали автобус. Выбрали, куда мы с вами поедем. Всё, мы с вами выбрали. Дату, время, погоду и режим управления. Можем с вами начинать игру. Итак, дорогие друзья, мы с вами появились уже в гараже. Это наш с вами гараж в городе Берлин. Мы с вами... Я напоминаю, мы едем с вами из города Берлин в город Позден, да, или как он там называется. Вот наш с вами автобус. Но перед поездкой мы его должны проверить, да, осмотреть там, всё ли с ним нормально. Да, там двигатели посмотрели, да, ну, например. Там осмотрели багажное отделение всякие. Ну, здесь я не знаю, зачем я дверь открыл, неважно. В общем, да, всё осмотрели. Дальше мы заходим с вами в салон, открываем дверь переднюю. Заходим в салон, нажимаем shift, чтобы быстрее не передвигаться, чтобы уже как по-настоящему идти. Там смотрим, никто ли не забыл, там ничего, прошлые наши поездки, да, всё ли нормально. Ну, это я так уже играю водителя автобуса. Ну, всё мы с вами осмотрели, да, и теперь мы должны с вами сесть за руль. Садимся за руль и начинаем запускать автобус. Это я уже сто раз делал, я вам всё это рассказывал. Я это попробую, может быть, быстро перемотать сейчас, как получится. Запускаем дисплей, дисплей там, куда мы следуем, да, как я уже говорю. И запускаем двигатель. Включим, включим сигнал, мне он нравится. Сразу Wi-Fi, сразу всё это включаю. Отключение тоже включу, потому что, что-то в автобусе, когда находится темно, мне так больше нравится. Монитор включу, кондиционер. И закрой дверь, потому что мы сами же скоро отъезжаем, чтобы уже всё было нормально. Тебя отрус сразу выставляем где-то 22,5, так, чтобы нормально, чтобы не жаловать пассажира постоянно. То, что это холодно, то жарно, хотя мы всё равно будут жаловаться, но не важно. Так, так, всё, мы сами готовы к тому, чтобы отъехать. Нажимаем пейджап, и мы с вами отправляемся в путь. Отправляемся на первую нашу остановку, на автовокзал города Берлина, где мы должны с вами забрать людей. Мы должны будем их там зарегистрировать на рейс, как это делается, я вам расскажу сейчас. Но пока мы с вами только едем. Я это тоже ускорю, скорее всего. Устал уже, устал, я уже очень долго записываю. Жидает, вы дрался, в общем, да. Нет, с этим не мешать, я, нет, с этим не сам. Простите, поехали, мы стоили. Мы стоили здесь на всякую охоту. Я уже в восходном прибытии. Вы должны быть 13-13, вы должны быть 13-13, вы должны быть 13-13, вы должны быть уходами, и я не что-то успеем. Но мечтает, что мы не правильно поехали, да, я не что-то не верстаем время, и все-то там. И так, дорогие друзья, вот мы с вами доехали до автостанции, я немножко вырезал, потому что там небольшие трудности были, но не важно. Доехали до автостанции, включаем поворотник налево, и поворачиваем на эту автостанцию. Сигналим, чтобы нам подняли шлагбауму, и мы с вами спокойно проехали. И вот она, наша с вами автостанция города Берлина, сюда нам с вами и нужно. Итак, проезжаем здесь прямо, и едем на ту, как бы сказать, на ту парковку, да, куда мы должны встать, чтобы люди смогли войти на то место, что ли, ну, здесь под номерами, да. Кто был когда-нибудь на автовокзале, тот знает, о чем я говорю. Перроны, да, вспомнил, как это называется, перроны. Вот мы должны здесь красивенько как-нибудь встать, вот так вот, красивенько встанем. Дальше мы с вами выключаем двигатели. Нет, не табло выключаем, а двигатели выключаем. Включаем тормоз, встаем с места. Да, не встаем с места, мы с вами должны включить, этот, двери, сразу включить. Так, разблокировано все, проверил я, чтобы потом проблем не было с этим. В общем-то, вот мы так вот встали. Открываем багажное отделение, чтобы люди могли сюда положить свои вещи. Зачем я эту дверь закрыл? Вот так, дальше мы с вами регистрируем этих людей. Есть три вида, три вида регистрации. Первый, первый вид, это вот этот. Значит, вернее, мы сначала должны зарегистрироваться на рейс, да, забыл я. И вот здесь мы можем с вами по вот этому вот коду, да, QR, да, называется, зарегистрировать. И это будет доступно вам попозже, то ли с третьего, то ли с второго уровня. Пока вы должны проверить вот это вот имя, фамилию, посмотреть в этом списке, есть ли она, и нажать галочку, если она есть, если ее нет, нажать крестик. Так, имя Ено, как-то, да, вот видите, он второй, да, и он есть, ну и так далее, да. Сейчас я регистрировать всех не буду, я даже эту поездку сейчас делать не буду. Просто вам покажу, вообще, суть основной этой игры. Вот у нас с вами женщина, ей нужно купить билет, вот она хочет купить билет. Мы с вами едем, напоминаю, в Поздан, да, называется этот город, мы ищем его здесь. Поздан, 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 где он у нас с вами? На П, ППП, вот он. Вот он, да. Не знаю, как правильно он произносится. Чего это сейчас было? А, город неправильно выбрал, да, я, я, что-то, тупанул немножко. Да, город неправильно. Поздан, вот он, ну, всё правильно проверить. А, да, я не проверил. Вот проверяем этот код, да, и всё, и продаём ей билет. И ещё один вид, это то, что людям есть через телефон, То есть они вот здесь почему-то нет такой, как бы, но через телефон тоже можно проверить людей. То есть они дают телефон, на телефоне онлайн билет. Чего-то здесь таких нет почему-то, странно или есть. Нету. Так, всё проверяем. Вот этому человеку, кстати, не нужно. Он ошибся автобусом, и он, к сожалению, не к нам. Но неважно, сейчас я не буду сражать поездку, не буду никого регистрировать. В общем, я вам вкратце рассказал об этой игре. Всё, на этом я видео буду завершать. Вот такой красивый у нас сам вид на автостанцию. Завершаю это видео. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, вы сделали выводы об этой игре. Будете ли её убрать или нет. Если это так, то я сделал свою работу. Сделал то, что я хотел. Самая идея этого видео мне пришла спонтанно совершенно. И думаю, а почему бы не записать обзор на эту игру? Она, в принципе, интересная. Обзор получился очень детальный. Я всё буквально рассказал об каждой детали этой игры. Фактически от самого начала до самого конца. Забыл вам ещё сказать. Прошу прощения. Когда вы прибываете в город. Допустим, я сейчас не отправляюсь. Я сейчас прибываю. Вот я прибыл. Что мы должны сделать? Выключить всё здесь. Я так делаю, потому что так реалистично. Уключаем всё здесь. Уключаем двигатели. Открываем двери. Все двери открываем. Выходим. Открываем опять багажник. Люди выходят. Те, кому нужны вещи. И они просто уходят. И всё. Дальше мы с вами нажимаем Escape. И заканчиваем поездку. Перед тем, как мы с вами начнём поездку. Т.е, когда всё готово. Когда вы объявили всё здесь. Уже всё сказали. Вы должны нажать Escape. И начать поездку. Т.е, с этого момента, когда вы всех зарегистрировали. И всё вы сказали. То есть, объявление сделали. Ну, вы поняли, про какое объявление я говорю. Да? Про вот эту вот кнопку, которая здесь находится. Объявление. Вот. Человек. Сейчас я вам покажу её. Дворники зачем включил? Что я делал? Что я делал? Сюда даже. Не те клавиши жму. Вот. Объявление, когда вы сделали. Всё. Вы нажимаете Escape. И начинаете поездку. С этого момента у вас началось время. То есть, за это время вы должны доехать. Уложиться в это время. В общем-то, всё я вам рассказал. Кстати, дворники включаются у меня на F4. У кого-то, может быть, на другую кнопку. Всё. На этом видео я буду заканчивать. Пассажиры так и не дают до своего местного значения. Но, в принципе, пофиг. Я как-то не расстроился. Всё-таки это игра. И ладно. В общем-то, давайте завершать это видео. Я говорю, идея видео мне пришла спонтанно. Я просто решил записать обзор на данную игру. И я надеюсь, я вам помог. Кому что было непонятно, тому стало всё понятно. И вы решили, будете вы покупать, будете выиграть в эту игру или нет. Ну, а я на этом прощаюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вы хотите продолжать такие же обзоры, там смотреть, да. Пишите комментарии, что вы хотите действительно, чтобы я обозревал разные игры. Не обязательно симуляторы. Не обязательно там что-то ещё. К сожалению, у меня сейчас не остаётся время на YouTube. То есть, я в ближайшее время видео точно записывать не буду. У меня очень много дел, ребят. К сожалению, на YouTube вообще не остаётся время. И я на него... Я его забросил, да. Я записываю видео только тогда, когда действительно, вот буквально минутка есть свободная. И прямо вот делать нечего, действительно. И вот заходишь такой, и почему бы не записать на... На эту игру, например, да, обзор. На Фернбас-симулятор. Компания наша называется Феликсбас, на которой мы работаем. Здесь мы тоже можем с вами отделение открыть. Но вообще-то у нас не открывается. Ну вот, открывается, да. Но это нам и не нужно, в принципе. Вот люди, видите, закинули свои чемоданы. Всё, ребят, я заканчиваю это видео. Всё, я надеюсь, вам понравилось. Да, ещё раз говорю то, что ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие обзоры, если вам понравилось. Всем пока. И до новых встреч на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok